Здравствуйте, друзья! Я сегодня вас хочу познакомить с новинкой. Это швейная машина Эльна Экспериенс 450. Замечательная машина, компактная, устойчива в работе, выполняет 30 различных швейных операций, включая рабочие строчки, одну петлю. Это модель электронного класса с горизонтальным вращающимся челночком. Машина подходит как для продвинутых швей, так подходит и для начинающих, кто только планирует или учится заниматься швейным делом. А также хочу порекомендовать эту модель для ребят школьного возраста, для самых младших модельеров. Есть дети, которые тянутся к швейному делу с ранних лет, со школьной скамьи, поэтому давайте, друзья, их поддерживать и поощрять всячески. Тем более, с этой конкретно моделью справиться очень легко, даже ребенок. Давайте с ней познакомимся поближе, я проведу обзор. Машина Экспериенс 450. Это машина электронного класса. Она имеет горизонтальный вращающийся челнок, двухступенчатый подъем лапки. Заметьте, что легко справиться с любой толщиной. Заправку нитки в иглу. Сбоку есть нож для обрезки нити. Регулировка натяжения нити присутствует. А также свободный рукав для шитья узких деталей по кругу. Есть кнопка для того, чтобы опустить зубчатую рейку. Рукав имеет отсек для хранения аксессуаров. Швейная машина выполняет 30 различных швейных операций, включая рабочие это прямые строчки, строчки зигзаг, оверлочные строчки, подшивочные, декоративные и одну петлю. На корпусе машины есть кнопка старт и стоп, при помощи которой вы можете шить, не используя педаль. А также кнопка закрепки, кнопка точечной закрепки, позиционер иглы в верхнем и нижнем положении и скорость шитья. А также кнопки для выбора режимов швейной операции. Каждая строчка имеет свою цифру. Для того, чтобы выбрать какую-либо строчку, мы должны вот таким образом переключать и выбирать нужную нам операцию. Для использования различных регулировок ширины зигзага мы нажимаем на кнопочку, тем самым мы переходим в режим выбора ширины зигзага. Нажимаем далее на кнопочку, загорается индикатор длины стежка. Можно регулировать здесь длину стежка. В комплектацию к швейной машине входит вот такая вот лапка для выполнения петли, три шпули, лапка для шивания молнии, лапка для выполнения аппликаций и сатиновых строчек. А также компания Элна предлагает вот такие вот иглы от фирмы Аркан в количестве трех штук. К этой машине есть два стержня для катушка-держателей. Устанавливаются они сверху на машину для намотки шпули, для использования двойной иглы и при обычном режиме шитья. Инструкция очень понятна и доступна на русском языке. Ребята, здесь все подробно написано, разберется даже школьник. Мне очень понравилось, что поэтапно все прописано и есть картинки. Как заправить верхнюю нить, как заправить нижнюю нить, какие лапки для каких видов строчек применяются. В общем, очень хорошая инструкция. Также здесь есть подсказки, какие использовать иглы, какие ткани машина шьет, легкие, средние, тяжелые. Поэтому машину рекомендуем. Давайте с ней протестируем несколько видов строчек. Машина у нас настроена на прямую строчку, это 0,1. Выполняем закрепку. Возможность прямо на ходу регулировать скорость, насколько нам комфортно, медленнее или быстрее. Закрепка в конце и остановка машины. Это мы выполнили прямую строчку. Обрезка нитки сбоку. Выполним строчку зигзаг. Для того, чтобы выполнить эту строчку, мы нажимаем кнопку и переключаемся на строчку номер 0,7. Готово. Запускаем машину. Если нас не устраивают регулировки, которые нам предлагает швейная машина, мы их, конечно, можем изменить. Переходим в режим настройки ширины зигзага. Можем увеличить до 5 мм. И переходим в настройку режима длины стежка. Можем или уменьшить, или увеличить длину стежка. Все, стартуем. Все очень просто и легко. Останавливаем машину. Нравится то, что при остановке иголочка у нас всегда в верхнем положении. Мне это удобно. Вот так у нас выполнены строчки зигзаг. Давайте выберем еще с вами декоративную строчку. Напускаю лапку. Декоративная строчка под номером 22 будет. Переходим в режим выбора швейной операции и вот таким образом листаем до нужной нам строчки. Выбрали. Машина выполняет 30 швейных операций, включая рабочие строчки. Я считаю, что это очень хороший, удобный вариант. Остановимся. Давайте еще выберем строчку номер 30. У машины хорошее продвижение ткани. Машина, в принципе, достаточно тихо работает. Мягкий ход. Не вибрирует. Очень устойчиво. Ребята, мне машина эта очень нравится. Машина имеет адаптер для быстрого съема лапок, поэтому для нее подобрать какую-то лапку для конкретного вида швейной операции вам не составит никакого труда. У нас очень огромный ассортимент в нашем магазине представлен. Различных лапок для вшивания молний, и для декоративных строчек, и для работы с трикотажными тканями, для пычворка. Поэтому я считаю, что это отличный вариант, и приобретя эту машину, вы останетесь довольны. Хочу еще сказать, вот смотрите, вот такие вот замечательные образцы. А для чего нужен позиционер иглы? Верхнее и нижнее положение. Как вы заметили, что машина в шитье останавливается очень удобно всегда в верхнем положении. Но есть такие моменты, когда мы настрачиваем карман или делаем отстрочку. Давайте я сейчас это вам продемонстрирую. На прямой строчке. Выполняем отстрочку каких-то деталей. Поставим скорость шитья поменьше. И нам нужно, не отрывая иглы от ткани, развернуть нашу деталь. Допустим, вот так. Игла, видите, в верхнем положении мы ее опустили. И теперь, поднимая лапку, можем без труда, без сдвига ткани, развернуть ткань и продолжить шитье. Это очень удобная операция. Вот для этого нужен позиционер иглы. Верхнее и нижнее положение. Давайте выполним петлю. Поднимаем иголочку, достанем ткань. Сбоку не забываем, есть нож для обрезки ниток. Для того, чтобы нам выполнить петлю, мы меняем лапку. А сбоку, сзади, есть кнопка на адаптере. Нажали ее. Лапка сама спрыгнула к вам в руки. Подставляем лапку для выполнения петли. У этой модели, Элмэ Эксперианс 450, есть такие вот некоторые нюансы при выполнении при выполнении петли. Сейчас я вам об этом расскажу. Для того, чтобы выполнить петлю, вы заметили, что в лапке нет места, куда мы можем вставить пуговицу. Поэтому на планке, на манжете, на вашей детали вы намечаете начало и конец петли. Вот таким вот образом. Затем подкладываете детали под лапку. Таким образом, чтобы вы могли видеть в окошке начало петли. Опускаем при помощи махового колеса иголочку на начало петли. Все, мы готовы к работе. Теперь до конца, до упора назад сдвигаем лапку, опускаем ее. Выбираем, конечно же, петлю. Петля номер 17. Это нужно было сделать в начале нашей операции. Вот, машина сама вам рекомендует настройки ширины зигзага и длины стежка в процессе выполнения петли. Конечно, вы сделаете это на каком-то дополнительном лоскуте материала и выполните соответствующие уже настройки, если вас что-то не устроит. Все, лапку опустили, иголочку опустили, запускаем машину, стартуем. И обязательно нужно наблюдать, чтобы в окошечке показалась карандашом, наметка. размера петли, конец петли. Держим пальчик на кнопке. Вот, если вы обратите внимание, то меточка наша показалась. Теперь нам нужно нажать на кнопку реверса. Происходит сдвиг иглы в правую сторону. Стартуем. Машина выполняет укрепительную строчку второй стороны петли. доходим до начала, останавливаем машину. Опять нажимаем на кнопку реверса. Машина выполнит закрепку и выметывает вторую сторону петли. здесь тоже важно не прозевать, где нужно остановить машину. Все, достаточно. Мы дошли до края. Теперь мы еще раз нажимаем на реверс для того, чтобы машина выполнила закрепку, чтобы петля была законченная и не распустилась. Вот таким образом происходит выполнение петли. Осталось прорезать и петля готова. Мне машина нравится. Она хорошо подойдет как для профессионалов, так и для начинающих. поэтому смело можете приобретать. Я вам всем рекомендую. Спасибо, что были со мной. С вами была Татьяна. До следующих видеообзоров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok